Пописать в чате. И я думаю, что у Юрия Николаевича наверняка еще есть несколько предложений, и у Михаила Николаевича тоже. Поэтому я сейчас передаю, так скажем, слово Юрию Николаевичу, он свои мысли выскажет, потом мы послушаем Михаила Николаевича, и, наверное, я тоже расскажу о своих каких-то предложениях в этой области. Передаю слово Юрию Николаевичу. Спасибо. Я на всякий случай запись для тех коллег, которые по каким-то причинам не смогут прийти и потом просмотреть. Нет возражений, Николевич? Нет, конечно. Во-вторых, я бы хотел на перегламент попросить, ну не так, чтобы жестким, до секунды, а выступлением. Вот те три вопроса, которые есть, я думаю, вполне достаточно для нашей первой деловой такой. То есть не общегуманитарной, а именно деловой. Вот эти именно три вопросика рассмотреть, и для каждого докладчика до пяти минут, я думаю, будет достаточно. Потому что уже остальные частные вопросы, если мы начнем какие-то группы формировать для ближайших, я бы сразу предложил определиться. Это бизнес, это рынок, это деловые отношения, и если мы начинаем налаживать такие партнерские связи, то они должны решаться в таком рабочем, деловом, а еще точнее, закрытом режиме. Если мы будем сразу выдавать все, что мы хотим, то мы, скорее всего, потеряем потенциал, он просто уйдет в обсуждениях, а еще точнее, наши некоторые ноу-хау, некоторые авторские разработки, возможно, могут просто потеряться в этом открытом состоянии. Что касается форм взаимодействия, есть несколько вариантов. Самый тяжелый, когда человек сотрудник с хорошим потенциалом, а может быть даже и коллектив остается не у дел. Очень тихо, спасибо. Сейчас получше, Алексей Эдуардович? Сейчас получше? Хорошо, сейчас хорошо, намного громче. Спасибо, спасибо. Конечно, нашей организации, в том числе Алексей Эдуардович подчеркивает часто, носители колоссального потенциала, и его надо использовать. Но в то же время есть и, я знаю немало по России, специалистов, профессионалов, которые мало востребованы у себя, но потенциал очень сильный. Одни хрипы вместо голосов. Я хорошо слышу вас. Я хорошо слышу вас. Я вас тоже хорошо слышу. Я уверен, что очень нормально. Может быть помедленнее. Поэтому, мне кажется, надо рассматривать как стратегию делового взаимодействия на основе организаций, в том числе и частных. Вот у Светланы Валерьевны есть своя организация частная, зарегистрированная, юридическое лицо. Я работаю в некоторых из них тоже как вариант, или сотрудничаю с некоторыми. А вторая линия стратегии взаимодействия, это взаимодействие талантов, профессионалов, личностей, которые обменяются в некую группу и выполняют уже реальный проект. Какая из этих стратегий лучше, хуже, трудно сказать. Но вариант уже как бы проговоренный. Я сторонник, что историю, политику, дела делают люди, хотя они работают при этом в организациях. Перехожу к юридическому аспекту. Я сторонник только легальных отношений. Их можно оформить тем или иным способом. Но сначала все-таки на первое место я ставлю идею, а еще точнее потенциал каждого из нас. Мы его начинаем пытаться вместе объединить. И уже потом у нас мое партнерство начинаем что-то решать. Эти решения я готов озвучить. Пока вот только в общей чертах. Монетизация. Вариант монетизации я сейчас заканчиваю следующий. Ну, в общем-то они там уже прозвучали в форуме. Это и консалтинг. Консалтинг только от тех, которые действительно в чем-то глубоко разбираются, готовые к квалифицированию оказывать помощь. Второе направление. Это обучение. Александр Сергеев спрашивал про... Привет, Игорь Валентин. Спрашивал про вариант 10% оплаты партнеру за то, чтобы получать, точнее выдавать удостоверение. Этот вариант готов озвучить, но только уже в той группе, которая будет заниматься вопросами обучения. Я не хочу сейчас выдавать все эти моменты, потому что еще раз подчеркиваю. Дело это отношение партнеров, отношение лиц, доверяющих друг другу полностью. И тут всякие дискуссии, обменные мнениями, споры уже будут только мешать. Собрали некую группу, касающуюся чисто обучения. Вот она и эти все детали рассматривает. Вот, пожалуй, все, что я бы хотел для начала сказать. Спасибо. Михаил Николаевич, хочешь нам что-то сказать? Ну, я скажу. Значит, первое... Ну, с организацией это, мне кажется, уже как бы второй вопрос, потому что, на самом деле, если речь идет о тех кадрах, которые освобождаются, те квалификации, которые стают свободными и не могут найти вот в ближайшем своем городе, там, окружение места, то все хорошо получается. Эти квалификации должны в каком-то проекте быть задействованы. Соответственно, вот из того опроса, который прошел перед этой маленькой нашей встречей, становится ясно, что есть как бы два направления для проекта. Первое направление, это то, что называется бизнес-то-бизнес. И вот такая вещь, как аутсортинг дистанционного образования, это вещь в мире известная, но в России она как-то мало применяется. А в чем идея заключается? Вот те же вузы, которые избавляются от делов сейчас различных, они на самом деле это не от хорошей жизни делают. Есть сейчас проблема с кадрами, проблема со средней заработной платой и так далее, но в этих условиях аутсорсинг совершенно спокойно работает. Вот пример такой приведу, в нашем вузе, например, сократили всех технических работников, те, которые выбирались, и взяли компанию, которая этим занимается аутсорсинге. Тем самым, все вроде бы как прежняя, работа по-другому устраивается. Аналогично и дистанционное образование. В дистанционном образовании ситуация еще хуже тем заключается, что во многих вузах просто к этому и не спереподойти, и даже сокращать некого. А организовать сейчас какую-то квалифицированную службу достаточно сложно. По многим причинам все знают те, которые себя организовывали. Поэтому если появится какой-то бизнес, который будет предлагать аутсорсинг, дистанционное образование, а значение и эффект от дистанционки, все понимают, что, мне кажется, этот бизнес будет иметь успех. Ну и второе, это традиционно, значит, если какой-то бизнес будет предлагать какие-то курсы, разработанные правильно и правильно привлеченные преподаватели, то это тоже будет эффективно. То есть бизнес, то бизнес, то бизнес, то клиент. Единственное, что надо бы, если такое появится, проект, то все освобождающиеся таланты найдут свое место кто-то в качестве организаторов, продюсеров, контентщиков, макетингов и так далее. То есть можно будет что-то заделать. У меня такие мысли пока. Спасибо. Так, ну вот читаем, тут Алексей пишет, что вузы не любят на самом деле аутсорсинг. Все любят, чтобы было свое, это полностью согласно. Да, вот это правда. Тут с этим согласны. Ну, здесь предложение я вот специально написала B2B, это так называемая схема, когда бизнес для бизнеса, это один вариант, так скажем, монетизации нашей деятельности, второй вариант бизнес для людей, B2C, и третий вариант, от которого, так скажем, сложнее всего живется, это B2G, то есть government это, ну, как бы государственные организации. Поэтому вот если говорить о том, что мы с вами можем собраться и предложить кому-то свои знания в какой-то области, то, очевидно, нужно понимать, что вот существует три вида бизнеса. И на самом деле вот сейчас коллеги поставили опрос, потенциал рынка вообще, откровенно говоря, огромный. И мы с вами, как люди, которые занимаются дистанционкой, очевидно, это ощущаем. Ну вот, во всяком случае, так как мне пришлось воле судьбы два года назад немножко частично уйти в бизнес, я просто поняла, что рынок вот этого дистанционного обучения, он гигантский. Причем людям даже не нужны сертификаты, людям нужны знания. И мне приходит рассылка примерно 2-3 письма в день с приглашением на такой, такой, такой или такой вебинар или какие-то курсы. Причем я умышленно их посещаю специально для того, чтобы посмотреть уровень представления материала. Как правило, это молодые мальчики лет по 20 с небольшим. И эти мальчики действительно выучили что-то, причем такие хорошие знания у них есть. И действительно они дают какие-то вещи, которые в вузах просто не дают. И становится, откровенно говоря, обидно за преподавателей, которые, может быть, знают что-то больше, но это опять же теория и очень мало практики. Поэтому вот практика, ориентированные знания, они сейчас очень востребованы. Просто видно, что этот рынок, он взорвался. Очень многие пытаются переквалифицироваться, изучить что-то новое. Очевидно, вот для того, чтобы нам с вами ориентироваться на, так скажем, вот этот рынок, нужно понимать, что можно делать и чем мы можем друг другу помочь. Значит, вот по формам взаимодействия. Понятно, что здесь могут быть такие формы, что если кто-то проводит курсы или какие-то гранты выигрывает, ну, как правило, здесь все уже друг друга знают, но, тем не менее, вот тоже можно найти какие-то варианты. Юридические аспекты. Надо понимать, что вы можете проводить какие-то курсы с сертификатами или без сертификатов. Если нужны сертификаты, значит, нужно обращаться специально, так скажем, с коллегами, помогать друг другу с выдачей сертификатов. Если у вас есть учреждение дополнительного образования, которое как раз не очень много берет, в отличие от вуза, который вообще огромные деньги для себя берет, вот здесь, пожалуйста, тоже варианты какие-то могут быть, так скажем, друг другу полезные. Ну и, соответственно, из этого выходят всевозможные варианты монетизации. Значит, ну, почему для ДО? Как раз подготовка специалистов в области ДО или тех, кто владеет вот этими технологиями дистанционного обучения. Ну, вот Михаил Николаевич правильно задает вопрос, что площадка для курсов. Почему? Дополнительные курсы – это хорошая работа для преподавателей. Ну, площадки… Я говорю просто, высвобождаются, это у нас специалисты ДО, а не преподаватели. Преподаватели тоже высвобождаются, так сказать. Ну, просто у нас, допустим, специалисты ДО – это одновременные преподаватели, которые часть ставки там, часть ставки здесь. И, в общем-то… На самом деле, не характерно. Просто вот есть, конечно, варианты таких площадок, где все друг друга учат. Это давно известно, и, надо сказать, что, может быть, не так распространено в России. И это тоже вариант бизнеса такого. Но, ведь, те отделы, которые занимались ДО, скажем, вот, Юрий Николаевич, допустим, вдруг бы в Сочи закрылся бы университет. Как бы он квалификацию свою использовал? Как преподаватель своего курса, или все-таки как специалист по ДО? И так, и так, наверное. Мне кажется, что от специалиста по ДО все-таки более уникальные знания, чем вот знания в его курсе. Таких курсов читается очень много, и, в принципе, может быть, они более-менее одинаковые. Профессиональные навыки в области дистанционного образования у него уникальные. Вот это вот гораздо дороже и интереснее. Ну, тогда, наверное, надо... Первое, вы правильный вопрос поставили, это платформа, которая предназначена для, так скажем, дистанционного вот этого обучения. Ну, можно на вашей, безусловно, платформе. Можно, ради бога, на 4 портфолио. Там тоже есть такая возможность для открытых курсов. Там тесты можно подтянуть, и вот ту площадку, которую Юрий Николаевич сделал, с ней сделать сопряжение. То есть, ну, это вот как бы для таких дистанционных открытых курсов вариант. Еще какие могут быть формы. Вот у вас, Михаил Николаевич, что бы вы предложили? Можно немножко вмешаться в эту дискуссию? По поводу форм взаимодействия. Я полностью согласен, что вот эти модели замечательные, бизнес-то-бизнес, бизнес-то-гавернет и прочее, они имеют место быть. Но мы с вами должны понимать, что это, в принципе, разные виды деятельности, разные юрлиции, разные способы вообще работы с рынком. Это первый момент. Если мы говорим про бизнес, допустим, который работает под гаверном, можно взять пример того же самого универсариума, либо унивеба, да, и посмотреть, как они играют в конкурсы. Никто из нас сейчас с вами не найдет инвестора зайти на конкурс 100 миллионов рублей. Никто. Поэтому его можно сразу вычеркивать. Инвесторов таких у нас нет. Это раз. Создать компанию с опытом работы, которая сможет выиграть такой конкурс, тоже нереально. Это два. Третье, вот здесь Алексей Эдуардович может сказать, что на те конкурсы, которые объявлены, даже на повышение квалификации, даже на 3-5 миллионов рублей, ажиотаж бешеный. Количество компаний, которые туда заходят, огромное. Демпинг 30-40%. В этих условиях выдавать официальные сертификаты даже через всякие ДПО, но, к сожалению, экономически мы должны все условия знать на входе. Поэтому нам, ну, однозначно, допустим, там на том же самом профи-ДО нужно сделать какое-то закрытие разделов, где писать, да, там, потенциал там. Есть такая-то компания, за выдачу сертификатов берет столько-то, за проведение, там, других платежей берет столько-то, предоставляет, там, стартовый взнос на участие в аукционе столько-то, есть электронные ключи на такую-то, такую-то площадку. У нас, ну, надо четко понимать все входящие моменты. Мы не прикрываемся здесь вузовской зарплаты, да, каждый понимает, что если мы выходим на бизнес, то мы на этом живем, мы на этом кушаем. Вот, это первый момент. Второй момент, по юридическим аспектам. Очень важно, чтобы те виды деятельности, по которым мы заходим на конкурс, они были либо в лицензии по ДПО, а значит, нам надо приложение типа лицензии тоже как где-то видеть, да, и понимать, что эта организация способна выдавать там сертификаты от 72 до 500 часов, например, да, по таким-то видам деятельности. И мы знаем точно, что наша программа туда укладывается. Раз, вот, второй момент, по консалтингу тоже, соответственно, определенные виды деятельности должны быть разрешены для компании. Это немножко сложнее, чем хотелось бы, ну, плюс сам процесс работы, да, если говорить про аутсорсинг с вузовской стороны, например, да, где гарантия того, что выиграет именно наша компания 1, 2, 3, 5, 7 и так далее. Закупка единственного поставщика, ну, практически невозможно на услугах по аутсорсингу, например, того же самого ДО. Даже если у нас будет собственная площадка, например, на Мудле. Много кто работает на Мудле, много кто способен это предлагать. Наш университет, ну, на протяжении, наверное, трех лет пробовал предлагать аутсорсинг для различных вузов на собственную платформу. Ни один из вузов на это не пошел. Не потому, что цена была неудобная, а потому, что, вот как в форуме было написано, лучше плохое, но свое. Всем кажется, что они готовы чего-то как-то спокойно поработать. Вот, по электронным курсам. Ситуация такая, обсуждали тоже тему уже неоднократно, пробовали выходить на рынок с этой тематикой. Одни вузы готовы покупать курсы за 20 тысяч рублей, другие вузы готовы покупать курсы для собственного использования по 40 тысяч рублей. Себестоимость разработки курсов совершенно другая. При этом каждый курс нужно адаптировать к тем рабочим программам, которые есть и в вузе. Этот вариант, ну, мне кажется, он тоже очень высокозатратный и не совсем корректный. Здесь нужно искать принципы монетизации, наверное, такие же, какие используют стартаперы. Одна модель монетизации, одна платформа, одна технология продажи, один сектор. Других вариантов, ну, я боюсь, что у нас может не быть. Поэтому я предлагаю в эту сторону посмотреть. По поводу потенциала, Юрий Николаевич сказал, давайте каждый посмотрим на свой потенциал. Коллеги, честно скажу, а я не знаю, как самого себя характеризовать. Кто я такой? Я там не выбираю, например, направление в том же самом профидео, не потому что я не хочу его выбрать. Но я не могу себя характеризовать. По базовому образованию я учитель математики и информатики. Но я не преподавал больше 10 лет. Я, ну, боюсь, что я не смогу сейчас преподавать нормально. Если говорить, там, с точки зрения организатора электронного обучения, я своими руками курсами не делал. Я не буду заниматься разработкой курсов собственноручно. Я не запускал своими руками мудру. Я не буду этого делать. Как охарактеризовать мой потенциал? Организатор, управленец, кто я? Я ДО. Наверное, никто, да? Поэтому тут очень тяжело оценить, каким образом можно вообще вот самого себя охарактеризовать, какие компетенции себе приписать. Приписать можно все, что угодно. Ну, по каким методикам себя оценивать? Спасибо. Ясно. Ну, на самом деле, вы тоже как-то самокритичны слишком. Дело в чем? Дело в том, что во многих вузах, ну, просто я лично в двух вузах внедрял систему дистанционного обучения и электронного обучения, как сейчас принято говорить. Я хочу сказать, что специалистов практически нет. То есть те, кто умеет включать компьютеры и проводить провода, они считают, что они очень большие специалисты в области информатизации. Но на самом деле, вот те люди, которые готовы организовать консалтинг в этом направлении, пожалуйста, это очень востребовало. Светлана Вячеславовна. Я думаю, что это тоже интересно. Прошу прощения. Валерина. Простите, Светлана Валерина. Я прошу прощения, мы еще обсуждение как бы не начали. Может кто-то еще хочет высказаться? Да, да, пожалуйста. А чем отличаете вы консалтинг от сольцинга? Нет, секундочку. Я прошу прощения по регламенту. Мы высказались вчетвером, а уже перешли к обсуждению. Может еще кто-то хочет из присутствующих свое видение изложить, а уже потом перейдем к свободному обсуждению. Просто как бы надо уважать гостей, дать им тоже слово. Вот Платона Валерий Николаевич, кажется, поднимает руку. Угу. Так, сейчас я его найду. Угу. Так. Включила. Можете говорить. Можете говорить. Меня слышно? Меня слышно? Да. Меня слышно? Я слышно. Замечательно. Я слышно. Замечательно. Добрый день, уважаемые коллеги. Уважаемый коллеги. Я хотел бы сказать о некоторых вещах, вот, касательно участия в этих конкурсах. На самом деле, с моей точки зрения, существует несколько вариантов такого участия в конкурсах. И я хотел бы вот их перечислить. Есть так называемые негосударственные, то есть малые предприятия в области образования. Они обладают налогом на фонд заработной платы порядка 20% здесь в Москве у нас. Есть в государственных заведениях, вот в которых я тоже нахожусь, налог на фонд заработной платы составляет 30,2%. Есть, на самом деле, еще одна возможность. Ее, по-моему, еще никто пока не использовал. Ну, вы, наверное, можете немножко вот от фонда Сколково как бы быть не в восторге. Но, тем не менее, в фонде Сколково есть так называемый IT-кластер, который, вообще говоря, имеет определенные направления. Я могу даже ссылку... То есть смысл предложения как бы заключается в следующем. Если проект, какой-то образовательный проект, ну, неважно какой, по образовательным технологиям, ложится в эти направления, которые там перечислены, а их там достаточно много, я не знаю, как лучше... Вот я сейчас, может быть, ссылку эту сброшу в чате. Сейчас не знаю. Так, так, так. Она почему-то не сбрасывается. Алло. Меня слышно? Алло. Слышно, Валерий Николаевич. Слышно, Валерий Николаевич. Так, попробую еще раз сбросить ссылку эту. Нет, не сбрасываю. Не знаю, как здесь сделать. А в чем суть там и выгоды есть? А в чем суть там и выгоды есть? Ну, выгода там очень простая. Она заключается в том, что налог на фонд заработной платы там составляет уже 16%. То есть вы чувствуете разницу между 16% и 35%. Наверное, такая достаточно существенная. И в этом смысле лицензию формально можно получить на компанию, которая будет зарегистрирована, скажем, вот в этом фонде СКОК. С моей точки зрения, вполне такая реальная, такая существующая возможность. То есть если есть проект образовательный, который ложится в технологии, перечисленные в IT-кластере фонда СКОКО, то тогда можно там приветствоваться, скажем, для резидентов фонда СКОКО, аренда соответствующих площадей. И тем самым можно попробовать, так сказать, залицензировать, скажем, программы дополнительного образования именно вот на резидентов фонда СКОКО. Это что касается налогообложений. В нашей государственной организации, в которой я являюсь сотрудником, это институт общей физики, академии наук, мы сейчас начали, подаем документы на лицензирование программ дополнительного образования. Ну, теоретически мы можем и на магистрскую программу. Так вот, в этой программе дополнительного образования, значит, будет в том числе и по электронным технологиям и дистанционным образовательным технологиям. И, в принципе, руководство нашего института, оно примерно идет на вариант, скажем, 15-процентных накладных расходов от договора. Вот, это как бы о тех возможностях, о которых обсуждали ветки фейсбучного поста. Теперь, я, конечно, ближе хотел бы обратить ваше внимание на именно формирование таких нескольких команд, проектных команд, то есть возможностях таких, образно, стартаперских команд в рамках сообщества. А именно подбор, формирование команд под новые проекты. Здесь основная задача, это, конечно, подбор соответствующих членов команды, причем из очень разных специальностей. С моей точки зрения, образование – это, пожалуй, самая такая мультидисциплинарная сфера. Вот здесь правильно Молчанов говорил о том, что непонятно, какие нужны специалисты вот в этой сфере. И здесь формирование таких вот команд мультидисциплинарных с представителями разных очень имеет большое значение. Но тут тогда сразу возникает вопрос о том, а как это делать? Ясно, что не фейсбучная платформа с трудом это позволяет делать. Здесь, вообще говоря, нужна, наверное, какая-то специфическая платформа именно вот такой задачи формирования проектных команд, и фактически которые должны действовать в соответствии с законами стартаперского проектного движения. То есть там должны быть соответствующие менторы, соответствующие поиска партнеров, поиска венчурных бизнес-ангелов, инвесторов и так далее. Вот как это делать, я пока не знаю, но в любом случае я вот там обсуждение именно... То есть ясно, что эта платформа не может быть универсальной. То есть нельзя, например, наверное, платформу профессионального сообщества, которая создана была, использовать именно для такой работы. То есть все-таки она должна быть более специализирована. Понятно, я изъясняюсь, я на этом, наверное, пока остановлюсь. Спасибо. Еще какие мнения? Светлана Валерьевна. Вы слышите, как здорово мы... Вы слышите, как здорово мы... И какой интересный мы находим подмеки, когда нас вновь. Я просто в восторге. Вот кто-то еще хочет положить. Кто еще хочет? Кто еще хочет? Не вижу. У меня почему-то эхо пасло. У меня почему-то эхо пасло. Да, вы что-то сэхов действительно. Да, вы что-то сэхов действительно. Так, ну, я хотела бы вот ответить на некоторые вопросы, если никто не хочет выступать, по тем, так скажем, предложениям, которые поступили. Так, ну, первое предложение, которое поступило, это участие в проектах. То есть, те гранты, те проекты, которые объявляет Министерство образования. Тут шансы, если так их реально оценивать, они практически минимальные. Светлана Вячеславовна, кто-то у нас ужасно. У меня эхо и у вас... У меня эхо и у вас... Да, наверное, надо будет отключаться. Вот сейчас меньше стало. Да, вот Валерий, наверное, надо отключить. Там, видимо, идут эти колонки. Вот, все, спасибо. Наверное, сразу лучше стало. Итак, значит, вот по поводу, так скажем, государственных вот этих всех проектов. Во-первых, снизили резко финансирование. Во-вторых, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что, как правило, там уже есть люди, которые считаются выигравшими до того, как объявили. Поэтому здесь минимальные шансы, на самом деле. Хотя есть, безусловно, есть такие шансы. И второй момент – это государственные гранты Российского гуманитарного фонда, РГНФ и так далее. Просто я там сама являюсь экспертом. И, честно вам скажу, конкурс бешеный. Несколько экспертов, даже самые шикарные заявки, в общем-то, не проходят. Хотя, с моей точки зрения, следовало бы их поддержать. Допустим, вот я как эксперт пишу, там самые хорошие результаты ставлю. Но, тем не менее, они не проходят. То есть, здесь можно, на самом деле, собрать научный коллектив и что-то подавать. Второй момент – то, что касается резидента фонда Сколково. Там существует достаточно много требований, которым нужно удовлетворять. И это достаточно сложная процедура. Еще есть агентство стратегических инициатив и фонд развития интернет-инициатив. Вот фонд развития, честно говоря, я уже с ними сотрудничаю не первый год уже, наверное, так чуть больше года. И сразу хочу сказать, что там они очень здорово помогают в продвижении проектов. Но из 400-500 заявок, которые им подают, выигрывают порядка 30-40 заявок. И они очень здорово помогают экспертами, учат, что нужно делать, как нужно делать. То есть, ну, здесь нужно жестко сформулировать свои требования, что мы хотим. Однозначно организация юридического лица и так далее. Уже прописанная монетизация посчитанная. Ну, там много всяких требований. Поэтому здесь вот мы это все для своего проекта делали. В принципе, если появится вот такое направление, как консалтинг, допустим, вот в той организации, которую я лично учредила, она с минимальным налогообложением, что тоже очень удобно. Мы не платим НДС. Там есть такая опция, как консалтинг и информационные услуги. Поэтому, если есть такая необходимость, пожалуйста, можно пропускать все. И здесь действительно минимальные такие вот дополнительные оплаты. Но, опять же, кто и кого будет консультировать? Если консалтинг в области установки дистанционного обучения, запуска дистанционного обучения, то я согласна с коллегами в том, что сейчас востребованность будет минимальная. Но, тем не менее, если у вас есть такое желание, пожалуйста, можете мне писать. Я, как всегда, помогу. И у меня это в уставе записано. Вот. И оси не дают деньги, совершенно верно. Он помогает продвижению. Вот по госзакупкам там разные варианты. Ну, опять же, вот это хорошо, что есть опыт. Поделитесь. Поэтому, вот, то, что я могу предложить, это, во-первых, платформа, та, которая уже существует, вот, четыре портфолио. Там реально можно отдельно, так скажем, какие-то вещи оговаривать. Там удобная форма представления. Вы можете ее использовать. Это бесплатно, обращая внимание, для проведения своих каких-то курсов. Я уже понимаю, что нужно организовать, очевидно, в рамках своего ООО «Залицензировать деятельность» дополнительного профессионального образования, потому что это самое такое, ну, как бы монетизированное отрасли. И если есть желающие, пожалуйста, я могу написать свой электронный адрес. Давайте тогда будем собирать программы курсов и, пожалуйста, регистрировать свои вот эти вот вещи. Вот это мой мэл. Желающие могут написать. И как раз вот мы будем с нашим минимальным налогообложением, потому что, понятно, у кого 18%, будет еще 18% обязательно платить дополнительно. Ну, вот пока такие предложения. Если есть выступление, пожалуйста, поднимите руку. Я вас сейчас подключу. Вы можете свои мысли высказать. Не вижу. Так, ну, Валерий подключен. Тогда, Юрий Николаевич, я, в принципе, вот сказал все, что хотел. Вы, может быть, что-то добавите? Да, я бы хотел обратить внимание на результаты нашего соцопроса. Я прошу меня извините. Я его делал на лету. Поэтому, возможно, тут есть какие-то разночтения. Вот первый вариант. Мы видим, что потенциал есть. Большая часть присутствующих, ну, по крайней мере, из проголосовавших, считают, что да, он требует анализа, потенциал есть. Какой он, в какой форме, это уже другой вопрос. Плохо мы видим возможность взаимодействия. Правда, и вопрос-то плохой на самом деле. Юрлица, физлица, как они, что они. Я думаю, этот вопрос неудачный. И он ничего не показывает. Меня слышно? Что касается профидо. Вопрос, может быть, тоже непонятный. Коллеги, я бы хотел напомнить, что профидо, это, во-первых, возможность найти друг друга, познакомиться, изучить. И эта функция так или иначе получается. Во-вторых, профидо, это еще и то же продвижение проектов. Мы говорили о совершенно разных способах продвижения. Это и рекомендации, и какие-то те же консалтинговые, информационные услуги, аналитические. Да, коллеги не захотели уносить членские взносы. У нас их нет, поэтому мы их не регистрируем. Именно поэтому мы и собираемся, чтобы почувствовать наши силы. И у нас в планах написано, что в дальнейшем профидо, если будут силы, будут потребности членов, мы будем переходить в юридические организации, как положено. Исторически пока что сообщество созревает. Но, тем не менее, профидо будет поддерживать такие инициативы, такие проекты. Вот, что касается профидо. Что касается потенциала, мне очень понравилось выступление Александра Сергеевича. Ну, зачем проводить экспертизу, надо, не надо, это можно долго говорить. Но Александр Сергеевич мне понравилось, я услышал его как человека, не как фейсбучника. Живой человек, который искренне, ну, как и все остальные, как и Валерий Николаевич, искренне говорит, кто такой, что такое компетенция в ДО, кто такой мастер, не мастер. Я думаю, вот как раз на уровне профидо мы и начинаем собираться, объединяться, или, по крайней мере, предпосылки какие-то создаются. Меня слышно? Да, вот и рекомендация курса, не просто вот автор курса, еще рекомендован тем-то, тем-то представителям. Это тоже продвижение. Так вот, Александр Сергеевич, зато на очень важный момент, мы, мне кажется, должны постепенно уходить из этой толкучки в две с лишним тысячи человек. Она хороша для анонсов, для какого-то привлечения внимания, но интеллектуальная группа по направлениям, она не требует вот этого шума, а требует именно уже объединения и серьезной работы деловых людей. Валерий Николаевич Платонов, я его тоже лично знаю, не только по Фейсбуку, здравые, вполне здравые мысли говорит, но совершенно по-другому, чем вот сегодня в этой сессии, в рабочей группе мы собрались, за что я благодарю Светлану Валерьевну. Я предлагаю, что мы сейчас не обязаны о чем-то конкретно договариваться, считать и делить какие-то работы и доходы. Мне кажется, надо обмыслить, подумать и сойтись на том, вот последний вопрос технических возможностей проектной работы существует, коллеги не считают, что они существуют. Я с этим тоже согласен. Я не могу в одиночку или кто-то один из нас создать там что-то для проекта целое. Но попытаться собираться, смотреть на разные технологии проектной работы, взаимодействие, взаимопомощь. Например, если я знаю что-то в Мудл, то я знаю, что Александр Сергеевич знает другое по организации, или по политике в сфере ДО. Я буду тоже рад с ним сотрудничать в рамках какого-то проекта. Вот подумать об этом сотрудничестве, подумать об этих вариантах удаленной совместной работы, наверное, было бы интересно. И, наверное, надо вот эту практику, следующую сессию, может быть, через недельку еще раз собрать, где-то написать свои предварительные мысли по этим пунктам, и начинать работать. Никто за нас ничего делать не будет. Надо дружить с Айси. Будем дружить с Айси, если они полезны. Если РФФИ, Светлана Валерьевна говорит, тоже что-то может дать шанс, будем выходить на юрлицо, или дружить с юрлицом, с которым как-то можно вместе работать и выходить. Но на первой стадии, извините, завершаю. Да, публикация обзора конференции. Совершенно верно пишут, что мы мало публикуем. Столько конференций есть, и они как-то проходят мимо. Пусть даже на чужих площадках, но надо публикации делать. Так вот, я хочу завершить главную мысль в нашей встрече на том, что прежде чем выходить на серьезные дела, мы должны научиться объединяться как индивидуумы, как личности, на принципах доверия, профессионализма. А вот это, и совершенная верность, Светлана Валерьевна, вот это и дает доход. Вот эти личности, вот эти живчики, вот эти люди, которые могут творить, они и могут привлекать деньги. А профиду и все остальные, юрлица, они будут привлекаться уже этими личностями того, чтобы было больше толку. Спасибо. Я очень рад, что вас услышал. Надеюсь, меня тоже было слышно. Со мной тоже можно спорить, разумеется. Но я уверен, солдатки Василий Иванович посмотрят нашу запись и что-то добавит. Другие коллеги что-то добавят. Это открытая встреча, мы не будем ее скрывать. Но прошу поддержать, что работа проектных групп тех личностного доверия, которым серьезным делом заниматься, все-таки желательно не на проходном дворе, а где-то в защищенном месте. Спасибо за внимание. Светлана Валерьевна, я закончу, предлагаю. Всем большое спасибо. Тогда, наверное, мы в Фейсбуке спишемся. Когда у нас появятся новые мысли, я готова предоставить еще раз площадку в удобное время. Всем креативных мыслей, ждем Ваших предложений. Чем больше, тем интереснее. Всего доброго, до свидания. Я вижу Наталью с нами, со всеми прощаюсь. Валерий Николаевич был рад здесь снова повстречаться. До свидания. Алексея Калмыкова давно знаю, рад, что с нами. Серьезный профессионал. Евгений Девяткин, помню. Публикации книжки Ваши читал, помню. Всем всего доброго. До свидания. Кого еще тут пропустил из знакомых. Раудина Ольга, я Вас не подминаю. Но все равно рад Вас. Я всех уже почти по России знаю. Алексей Де не знаю кто. Мы будем продолжать встречаться, готовить. Продолжение следует... Продолжение следует...